Всем привет! Привет, привет, вас на канале Казак ТВ И сегодня такой интересный видосик Я планирую отправиться на свои трейлы и побить пару спецучастков То есть там есть созданные спецучастки в Сраве Созданные мною Некоторые не мною были созданы Вот, сейчас немного почистить их надо И постараюсь побить свой рекорд Думаю, это будет очень интересно и увлекательно Повешу еще пульсометр Выведу данные при заездах Заезды будут полные, то есть резать их я не буду Думаю, будет интересно, вы обязательно пишите в комментариях Что вы думаете о таком формате Как меня можно будет найти в Сраве, я укажу здесь Может быть, кому интересно Следить за моими спортивными достижениями Значит, что нам тут понадобится, кстати Я думаю, что Обязательный изотоник мы прихватим с собой Вот так вот таблетку одну просто Уваливаем сюда То есть мы можем, в принципе, с собой взять автобус И если нам нужно еще Сделать себе изотоник Ну, то есть кататься на солодине детей Сильно потяните, чтобы не воду пить А изотоник, то в таблетках очень удобно Кинули в сумочку Одну таблетку И водички И я думаю, если мы реально собираемся порыгать А мы, в принципе, собираемся немного порыгать То, я думаю, мы возьмем кому-нибудь такой еще энергетический гель с собой Аква Аква, кстати, это классно Он такой Больше водички Он выпивается, как такая сладенькая водичка И отлично Потому что бывают гели, которые так вот Высасывать надо Яж язык, блин, прилипает к глотке То вот этот случай как раз нормальный Принято все Пойдемте глянем, что нам по велику У нас еще нам с давлением в колеса И будем отправляться Маленький набор того, чего нам сегодня пригодится Добавим к нему, пожалуйста, наш изотоник и эту штучку Также еще многие, помню, спрашивали Расскажи и покажи, что ты берешь с собой на покатушке там ежедневные Там по месту В общем, что ты с собой берешь Камеры там запасные Или, может быть, какие-то там бинты Или мази Или насосы какие-то И так далее А, в общем, смотрите На самом деле я практически ни хрена с собой не беру Кроме исправленного велосипеда Это очень важно, чтобы ваш байк был полностью исправлен У него был герметик И все было хорошо Ну, а, конечно же, бывают форс-мажорные ситуации Для них у меня есть вот такой вот баллончик Это такая штука, которая с задницы выкручивается Здесь такое шило есть Здесь есть червяки Зачем нужно на случай, если вы продрявили свою покрышку И дырка более-менее у меняемого размера И герметик не справляется Ну, вы можете как бы вставить червячок И тогда все золотается Но если большой, сильный порез Боковой, как вот у меня было недавно на задней покрышке Что там реально столько разрезов То такое только клеится латками очень большими Либо сшивается покрышка То есть такими наборчиками вы уже не спасетесь Но такое очень редко бывает Значит, это то, что я с собой беру Раз Манометр я с собой не беру Зачем? Если вы дома чекнули давление Нахрена вам с собой брать Манометр еще И вот такой вот баллон 25 граммов Это самый большой баллон СО2 Это для того, чтобы накачать колеса Обычно я беру с собой 16 граммовые И хватает полностью, чтобы надо днуть Одно колесо на две атмосферы Но они у меня закончились Поэтому взял большой Всегда вожу с собой У меня такое дизайнерское крепление Видите, на два баллона Можно использовать Либо один баллон На второй, видите, как баллон Под червяки и под насадочку Здесь у меня Шестигранники Вот такой вот кейс Вот тут у меня такой Большущий набор В котором есть, ну, абсолютно все И выжимка И спецовой ключ И здесь огромное количество Разных инструментов И тут еще и лопатки откидные В общем, ну, это просто Огроменный набор Все, чем только может понадобиться Ну, и тут еще есть Одноразовые латочки у меня Все, что я с собой беру Больше с собой не беру Ничего Абсолютно Этого более чем достаточно Сейчас немножечко согреемся Сейчас немного попрыгаем Скользко было Немножко Разогревчик О, показывает, что Сегмент скоро будет один Скальная С Измененный подъем Виктор на электровелосипеде Сделал там рекордное время Ну, для себя Создал этот участок И проехал А моя задача На обычном велике Побить рекорд его Электровелика Но не сегодня Сегодня у меня Немного иные Спецучастки В списке Подъемчик Заблокируем подвеску Вот этот аморт Вообще классно блокирует Подвеску Вот на прошлом Мериде Там тоже был Делюкс Релпом назывался Он не так блокировал Вот этот вот Который ультимейт Просто, блин Как артейл велик Пророщается Очень круто блокирует Кстати, только что Где мы катали Максимальный пульс Был 174 Это ж надо было Где я успел Там так Напрячься Слева потрясающие Мосты Памятник коррупции Так называемый Мосты, которые Строят больше 15 лет И не могут построить Потому что Воруют деньги Вот эти вот кустики Надо сейчас парочку Подрезать Массикатор, который Поломался Резиночкой Надо придерживать его Зато режет хорошо Буквально парочку Надо Убрать Ну, вроде бы не страшно Но, блин Оно так бьет По лицу больно Тут еще акации С колючками Вот это веселье будет Если оно вам на скорости 40 км в час В лицо встрянет Вам все нравятся Такие видосы Обязательно поставьте им лайк Поделитесь Своими друзьями Также не забывайте Подписываться на мой инстаграм Там тоже очень много Всего интересного Происходит Ну, если нравится Такой формат видео То обязательно Поставь палец вверх Этому видосу Буду развивать дальше Местные трейлы Искать их Создавать участки Почищать Так как никуда не поедешь Поезда не ходят Машины у Димки нет Так что Локации новые Чувствую И не светят В этом году К сожалению Значит, посмотрел я данные По треку Поэтому Мы, в принципе, по нему Сейчас едем Просто я смотрю Чтобы можно было Очистить хорошо Тропиночки проехать Значит, протяженность Всего 700 метров Время мое Минута 28 Лучшее А время парня Я не знаю Кто это Минута 24 Но проблема в том Что Страва Считает Что если кто-то Рядом проехал Значит Это типа Он проезжал По этой же тропинке Хотя это абсолютно Нечестно Потому что Человек едет со стороны А участок Начинается сверху Получается Мы просто в одной точке Пересекаемся Страва Говорит Что если 10 метров Выше или ниже Насрать Это типа Один и тот же участок Хотя там Каменная секция И я уверен Что этот человек Там не спустит На своем велосипеде Моя задача Чтоб я с этой точки Показал время лучшее Чем они едут По прямой И поворачиваются Подъехали мы К старту Вот стартовый спуск Под трубой Кстати еще Блин Надо реально Голову хорошо прижимать И вот идет Спускалочка Вон туда По камням Тут реально Очень такая Сыпуха Такое Чтобы вы понимали Я стартую отсюда А человек едет По прямой оттуда И мы внизу Просто пересекаемся Логично Что человек По прямой Может проехать Быстрее Чем по такому Уклону и спуску Вот Срава считает Что это не На тот же участок Хотя начинается Он в разных местах Вот это вот Очень странно Для меня Ну давайте попробуем Чем и сделать С этим И надеяться Чтоб нам Люди не помешали Особенно тут В узком месте Нужимает хорошо В яме Господи Чуть не промахнул Ой хорошо Поворотик-то Почистил Я проехал без ошибок Так скажу вам Быстрее можно проехать Только ситровой В конце не будет Она все-таки Забирает скорость А так крутил я Как он Ну не останавливаемся Останавливаться будем На ходу В подъем Ну а кто сказал Что это легко Будет Блокируем Амортизатор И сразу В лоб Это еще Кстати Видео для тех Людей Которые спрашивали Как там Что тренируешься Как ты Что делаешь Да вот так Пацаны Создают Спецучасток В Страве На котором Будет где-то Полторы минуты Минута двадцать Хорошее время То есть Где-то под километр И гоняю на нем Может кто-то из местных Тоже иногда проезжает Вот Ну а так мы С Ромкой В основном Рубились Под спецучастком Вот так и тренируюсь Катаю Катаю Когда Нога не была травмирована Я еще бегал Ходил в зал Просто так травмировал Не бегаю Вот Сейчас все это пройдет Схожу к доктору Повторю что он скажет Нужно делать операцию Не нужно делать операцию Нормально восстанавливаться Ненормально По ощущениям Я себя очень хорошо чувствую Настолько нормально Что Вот могу на время гонять Теперь В зал ходил Ну все же закрыли Вы знаете Поэтому я не забрасывал Конечно Я Стал как дрыщом Немножечко Но сейчас открою И пойду Восстанавливаться Вот так и тренируюсь Бывает много работы Конечно Не могу уехать Но стараюсь Через день после обеда Выезжать на Хорщику И вот так вот на время Валить по спецучасткам Главное когда вы проехали Спецучасток Покрутите еще Не останавливайтесь Восстановите дыхание На ходу свое И очень классная тренировка Римми металли Расколько я помню Так делал Я рассказывал Или Грег Элоган Не помню Кто-то из них На забитых руках Ногах То есть перед спуском Вкрутите нормальный подъем Ну такой Чтобы реально у вас И дыхание забилось И ноги Руки забились А потом Ехать сразу вниз То есть это куда-то Вы закрутили В подъем на ногах И погнали вниз Вот это очень крутая Тренировка Попробуйте А это пацаны Местная достопримечательность Запорожская Сич Музей Подъехали к второму участку Оттуда вот Начинается старт Сюда Я тут давно не был Блин Тут как бы узко Блин было Я очистил давно ветки Но видимо Все же уже позросло Господи Тут хоть бы Повороты рассмотреть Возможно Участок не такой скоростной Но зато здесь Больше плоских поворотов Сюда Вот сюда Набор высоты небольшой есть Ну прикольные Кочки такие Тут реально маслать надо На ногах Хорошо То есть там на том участке Был один подъем и прямик А тут вот все время Вот так вот оно идет Так Ну я смотрю что людей Более в принципе то нет Обычно люди любят Где-то рядышком полянки Отдыха устраивает Ну и дети здесь бегают Это конечно сильно мешает Когда мы хотим Немного на время погонять Так Ну вот вроде бы Кстати один участок Есть налево туда идет Но там сильно заросло Я был там Поэтому поедем сюда Тут как бы интересно И прикольно Главное чтобы никого не было Ага Никого нет Но бревно прямо Прямо там где нам не надо Бревно Баня дергать тут не хочется Поэтому мы уберем его Ну и сейчас мы чуть-чуть почистим Вот этот вот проезд Потому что тут блин Ну слишком уж Тесновато будет В общем нравится вам Такие видео Или нет Вы можете написать В комментариях Я на самом деле не знаю Может быть вам не зайдет Может быть вам не интересно Но это в принципе То чем я занимаюсь В свободное время Там вот на той стороне Возле карьеры Есть еще трасса Мини даунхила И можно заполить Подобное видео Там ребята еще Интересные траектории настроили То есть вот есть видос Где мы 10-метровый вылет построили Вот здесь Кто не видел Заходите посмотрите Также есть там Новые каменные траектории Новые спускалки прикольные Я могу взять ДХ-велик Повесить на него пульсометр Посмотреть с каким пульсом И с какой максимальной скоростью Можно покататься на мини-ДХ Сегодня же мы говорим о трейлах И о спецучастках на трейлах Вот это интересный тоже спуск Такой прикольный Очень разбитый Здесь реально Видите Просто задница Держака ноль Кто-то говорил Что тайпаны плохо держат Но вот тут уклон Блять Очень огромный Ну как огромный Ну блин Большой уклон И щебень То есть тут вообще Блин Как на коньках И тут вот Видите какие большие камни И вон туда вот Поворот И туда вот спуск И прямо к берегу Это классный участок Сложный технический Уклон большой Здесь уже конечно Хочется видеть побольше базу Здесь конечно хочется видеть Больше ходов Но тогда на прямяках На тех можно будет слиться На таких велосипедах Поэтому Эта меридка тут нормально Выкатывает И на этом участке Хоть он и короткий Ну в принципе можно еще выжить Если он был бы в 5 раз длиннее То я бы не хотел на ней тут очтиться Я бы возжелал Какой-нибудь 150-160 ходов велосипед Очень много акации Она так по роже бьет Колючками своими Ну даже не по роже А реально по пальцам Блин Колючки торчат в пальцах Потом По ботинкам лит Что хочу сказать следующее У них реально конечно жарковато Вот до плюс 20 Там плюс 18 Ну еще терпимо Дальше полностью Жопа наступает Вот Ну подошва Хорошо держит Полностью целая подошва Как бы видно следы Что тут уже немножечко Шипы побывали Вот Но ничего не рвется Я катаю У них вот активно Уже наверное недельки 3 Стараюсь вяжать каждый день Именно в этих ботинках Вот именно Чтобы посмотреть Как подошва будет стираться И держаться Пока вопросов нет Реально нет Единственный момент Что им нужна реально Блин Летняя модель У них все модели закрытые То есть блин В чем кататься Когда плюс 30 настанет Это как бы вопрос Называется тут сейчас так Пляж Камни Это мой спецучасток Номер 8 Казак ТВ Трэйл В Страве можете найти Значит протяженность всего 500 метров Мое лучшее время Минута 18 Если я не ошибаюсь Попробуем побить Поглядим Что с этого выйдет Будем надеяться Нам никто не помешает Хорошо X0 работает Когда Под нагрузкой Переключаешь его Вау Близко Узко 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 Вау Вау Не спешить Будут не остановимся потом кстати все результаты я выложу в конце видео так как у меня трек пишется не хочу прерывать и смотреть мотивирую себя на то что я лучше проехал чтобы не раздравиться раньше времени всегда в конце смотрю результаты в общем решил я еще один участочек записать называется он пейнтбол потому что начинается с пейнтбольного поля он не длинный всего лишь 300 метров мой лучший результат 35 секунд и это считается лучшим сегодня я постараюсь улучшить этот результат чем он интересный там очень интересная каменная секция относительно сложная такая классная там есть повороты дропчик через камень то есть ну реально классный участок это кто не узнал второй тестовый участок вот это жесть но там не показывает компьютер что я обгонялся в свое время а сейчас сливаю вы прикольно было сильно вот почему участок называется пинтбол потому что здесь играют в пинтбол и собаки лают так сейчас выпьем наш энергетический гель и через 5-7 минут сортанем пакетик с собой забираем ни в коем случае не выбрасываем хороший такой жиденький как сиропчик не надо забивать его воду потому что если же двери которые очень густые тема реально рот склеивается тоже не очень сладкий этот нет да тут я собаки бывает они гонятся за тобой хороший мотиватор для времени плата погнали а боже мой вот такой короткий участок а тем временем скоростной с прогулянами всякими интересными вот мы и дома сейчас выгон восстановительный коктейльчик щиколяга вкусно реально пейте как реально шпаги какой-то примерные ложечки на 400 миллилитров воды восстановительная штука прикольная и пойдем смотреть результаты надеюсь что хоть сегодня я смог хорошо проехать с достойным результатом и не стыдно будет его вам показать такие дела так все водички налью общем если такой ролики вам нравится обязательно пишите в комментариях есть на садим участок кантриный я там взял царя горы и мой рекорд там 6 30 насколько помню 6 минут и 30 секунд он очень тяжелый его нужно ехать весной или осенью чтобы сильно травы не заросло трава уже конечно же поросла но ради контента я смогу по нему проехать от рекорд был поставлен мною еще на сам джампере вот но сейчас вот ребята которые катают cross country на запорочек очень активно подбирается к моему результату и поэтому как бы мне нужно улучшить свое время так что если хотите там рыгалова самое настоящее пульс думаю по 200 будет ладно пойдемте смотреть что мы там сегодня наездили на снимали мы сегодня следующие полтора часа езды дистанция 20 километров с половиной принципе нормально 20 до 300 километров как бы это реально мой километраж по трейлам вверх-вниз вверх-вниз где-то столько я и приезжаю значит по результатам первый участок помните который подалением спускали александр коваленко вот первое место него минуты 24 а я от него отставал на 4 секунды мне было минуты 28 так вот теперь у меня тоже минуты 24 мы с ним реально в одно время это реально прикольно и тут на этом кстати участке мой был пульс максимальный 185 ударов так второй участок каменистый который к пляже выходит ну тут как бы я сам собой участвовал здесь как бы никто мой рекорд не бил но у меня сегодня минута 12 это очень хороший результат реально минута блин 12 в то время как лучший результат у меня был минута 16 то есть я реально опять же 4 секунды и на этом участке снял это блин это очень хороший показатель так максимальная скорость на трейла где-то было порядка сам 40 44 километров в час в принципе одинаково плюс минус там один километр в разбор что на одном что на другом участке а вот с последним участком пинбольное поле к сожалению день рождения только раз в году и страва такая решила что я в 10 минут катался по трейлу лишь потому что с ключной стравой поднимался в лоб потом я поставил на паузу и начал стартовать она почему посчитала что я все это как бы время катался по трейлу ну вот такое вот нужно выключать страву и включать от прямо только тупо перед стартом иначе она все это считает что вы рядом где-то находитесь начнут типа едете на этом все пойду отдыхать выпивать свой коктейльчик щеклядный прям шоколады как шоколадное мороженое вы обязательно подписывайтесь на канал ставьте палец вверх делитесь этим видео если кто не забыл нажмите обязательно на колокольчик чтобы не пропустить следующее интересное видео я надеюсь она будет очень интересными и всем пока